В спортивном комплексе «Колымский» прошел первый день соревнований среди школьников. Зимний фестиваль проводят в этом году только 1, 2, 4 и 11 апреля. Из-за пандемии его сроки были существенно сдвинуты. Ученики старших классов сегодня выполняли нормативы ГТО по бегу на короткую дистанцию, отжиманиям, подтягиваниям, прыжкам в длину, наклоном на гибкость, челночному бегу и метанию гранаты. 4 апреля пойдет в 12 часов в плавательном бассейне заплыв на 50 метров и 11-го выполнят стрельбу. Все результаты будут выгружены в систему ГТО. По итогам выгрузки будут присвоены знаки. По результатам выгрузки, значит, выгрузка происходит по системе каждый квартал. Золото присваивается по итогу квартала. Выходит приказ Министерства спорта Российской Федерации. Если серебро или бронза, ребенку дается календарный год пересдать альтернативные нормативы, то есть доздать или пересдать, если такая возможность у него не есть, да золото. 170 учеников из 16 школ города Магадана приняли участие в соревнованиях. О подготовке подробнее рассказывает преподаватель физической культуры из 4-й школы. Вместе с ней на соревнования прибыло аж 25 учеников с 9 по 11 класса. В течение учебного года, конечно, подготовка идет к сегодняшнему мероприятию. Гибкость мы в школе на уроках, растягивались, бег сдавали зачеты, пресс, отжимания, все это мы подготавливались. Ну, рано говорить еще, конечно, о результатах. Ну, пока вот тут фу, как говорится, чтобы не сглазить, пока мы идем и довольны результатами. На соревнования, по словам организаторов, пришли самые сильные представители магаданских школ. Соответственно, результаты показали достаточно высокие. Данила, ученик 13-й гимназии, смог подтянуться 30 раз при нормативе в 15. Сегодня я уверен, что я сделаю абсолютно все, кроме растяжки. Потому что я занимаюсь легкой атлетикой и стритворкаутом. И все эти дисциплины так или иначе связаны с ГТО. Соревнования для учеников старших классов являются отличной возможностью набрать дополнительные баллы для поступления в высшие и средние профессиональные учебные заведения. Так что участники действительно готовы к труду и обороне. Продолжение следует...